Мы с вами вместе продолжаем изучать книгу, книгу Неемии. Откройте, пожалуйста, эту книгу. Неемая, chapter 4. Сегодня четвертую главу будем с вами вместе проходить. Если у вас синодальная Библия, 515-я страница. 515-я страница, книга Неемии. В прошлый раз мы с вами говорили о том, в третьей главе повествуется о том, как начал народ израильский строить стену, восстанавливать ворота для того, чтобы снова вернулось благоденствие, покой и мир в город Иерусалим. Иерусалим – это город мира. И мир отсутствовал в городе, пока стена была разрушена. Народ находился в великом угнетении, поэтому и Неемия приехал в этот город из Вавилона, из города Суз. Четвертая глава повествует нам о том, что часто происходит и у нас в нашей жизни. Когда мы начинаем то или иное дело, благое делать, у нас появляется проблема, как его, это дело, довести до конца. Вот вы знаете, учебный год начинается, да, и разговариваем мы с детьми на воскресной школе. Какие у вас намерения, какие планы. Удивительно, многие из них не только говорят, но и записывают очень хорошие вещи, которые они хотели бы, чтобы в этом году осуществились. Или у нас, когда мы Новый год встречаем, американцы это говорят, New Year Resolution, мы пишем, да, что мы в этом году хотели бы достичь вот этого, вот этого пункта расписываем. Кто-то поправится, кто-то похудеть хочет, кто-то хочет чего-то достичь в работе и так далее, в учебе. Разные-разные поинты. Друзья мои, скажите, а многие из тех, которые пишут свои хорошие планы, достигают их? К большому сожалению, немногие. Недавно в Харварде производили такой, ну как сказать, производили опрос. И опрос людей, которые имели определенную цель на год, и людей, которые не вели свои journals и никогда своих целей не записывали. Так вот, опрос доказал, что те, которые записывают свои планы и намерения на предстоящее время, да, которое идет, они на 40% достигают их лучше, чем те, которые их вообще не пишут. Почему мы говорим нашим молодым, молодежи всегда говорю, пишите, записывайте то, что является целью вашей жизни на этот год, на два года, на три года, на пять лет. Как вы будете строить? Сейчас вы строите свое будущее здесь на земле. Вы фундамент закладываете в свою будущую жизнь. Вы определенные навыки сегодня, которые приобретаете, они для вас будут благословением или проблемой на оставшуюся жизнь. запишите себе то, что бы вы хотели достичь в течение этого года учебного. Потом мы говорим о том, что теперь, в следующий раз, напишите о том, как бы вы хотели бы к этой цели достичь, что вам для этого нужно. И если мы действительно задумываемся над этим и пишем об этом, это уже хорошее начало. Израильский народ начал строить. Они четко понимали, что нужно было сделать. Но начатую работу нужно было завершить до конца. Они строили очень активно и очень, знаете, в едином таком целом, одним общим. Все будем строить. Я попросил сейчас, чтобы Эрнст поставил коротенькое видео, которое есть. И вы посмотрите на эту картину, на это короткое видео. И потом несколько у меня будет вопросов к вам. Вопрос в том, о чем мы говорили в прошлый раз. Насколько важен успех, когда люди объединяются вместе и достигают определенной цели, не как Личность, а как общество народа Божьего. Это очень важно. Неемия был этим человеком Божьим, которому Бог дал ведение. И он пришел в народ израильский. И вот эти вот, как мы видели, народ израильский объединился в одной общей цели, задачи построить. Сегодня мы поговорим о том, как мы с вами должны преодолевать сопротивление, когда мы являемся частью созидания Божьего дела в своей жизни, в жизни своей семьи, в церкви и в обществе, где мы живем. Тема «Оверком резистанс» – преодоление сопротивления. Четвертая глава начинается так, книга Неемия. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями». И дальше описывается. В этой главе описывается, знаете, о том, как враги созидания или те, которые были против того, чтобы созидалось, каким образом они пытались остановить это Божье дело. В прошлый раз, друзья мои, я говорил, что если вы созидаете церковь, если вы созидаете церковь, как домашнюю церковь, как свою личную жизнь, на вас постоянно будет идти атака. Атака дьявола. Потому что мы с вами находимся в этой духовной брани. Эта глава нам описывает не ту войну, о которой мы можем думать в физическом плане, что эти люди пошли войной на Израиля. Но здесь описывается психологическая атака, воздействие на психику людей, я бы сказал, на их дух, для того, чтобы работа была остановлена. Вы знаете, сколько сегодня людей, которые, когда видят нужду, подписываются и говорят, мы будем преподавать в воскресной школе. Начинается воскресная школа. И как вы думаете, сколько порой людей остаётся 3-5 лет спустя, что они продолжают делать работу в воскресной школе? Очень мало. Люди начинают какое-то служение, появились проблемы. И что происходит? Люди оставляют. В семье семья решила, мы будем с детьми проводить изучение Писания, будем проводить семейные молитвы. Проходит короткое время, и что происходит? Всё возвращается в круги свои. А когда-нибудь задавали вопрос, почему? В чём причина? Дьявол как тогда, так и сегодня воздействует на нас для того, чтобы остановить Божий план созидания. Итак, сегодня две категории. Первая – это outside forces. То есть, те силы, которые находятся извне. Эти силы. Послушайте, это были 4 группы людей. Помимо того, что это был Товиа, аманитянин, Санавалат. Санавалат – второй человек. К ним ещё примкнули ещё и другие люди. Послушайте. Из Самарии, из аманитян, из аравитян, ещё тут из Азатяния. Смотрите, четыре, и если вы посмотрите эти четыре группы людей, они представляют, каждая группа представляет с разного направления. Самаряне жили на севере. С севера идёт атака на то, что сделает Ниеме. Аманитяне идут с востока, азатяне идут с запада, и аравитяне откуда? С юга. Со всех четырёх направлениях появляются люди, которые пытаются атаковать Божью работу в Иерусалиме. Outside forces со всех сторон направляются в сторону Божьего человека. И что же они делают? И говорили при братьях своих и при самарийских военных и сказали, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Это интересный очень момент. Неужели будут они приносить жертвы? Другой перевод говорит, неужели они думают, что они своими молитвами смогут построить стену? Потому что многие вокруг знали, что в Иерусалим люди приходят для чего? Для молитвы и для жертвоприношения. Но посмотрим, как они своими молитвами смогут закончить стену. Неужели они когда-нибудь кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? Атовия, смотрите, что говорит другой, третий стих, пусть они строят, пойдет лисица и что сделает? И разрушит их каменную стену. То есть лисица пройдет, хвостом вильнет и вся работа пойдет напрасно, все разрушится. То есть они, какие они строители? Итак, что же происходит? Эти outside forces, они making fun of builders and their work. Они насмехаются над теми, которые созидают и делают Божью работу. каким образом? A, they making fun or mock their spirituality. Второе, they marking their building skills and materials that they use. Они насмехаются над их духовностью и они насмехаются над их способностями и даже материалами, которые они используют для своей работы. Друзья мои, когда вы созидаете свою семью, когда вы созидаете дело Божье, есть люди в вашей жизни, вы встречали людей, которые говорят, ну, посмотрим, посмотрим, что из этого получится. И что ты думаешь своими молитвами и вот этими вот этими вот вещами, ты думаешь, ты своих детей сможешь воспитать? и что думаешь, если ты в церковь будешь их водить и делать вот это, вот это, что толк от этого какой-то будет? люди приходят, а другие приходят с запада и начинают говорить другие вещи. Да пора бы нам взяться за дело, и уже пора зарабатывать сколько можно, знаете. Одной семье, говорил один человек, посмотрел, они бедно живут, сельская семья, он приехал такой, знаете, одетый весь на дорогой машине, они работают в огороде, у них теплица, семья, дети растут, пора делом заниматься, отпустите детей за границу, пускай они там зарабатывают настоящие деньги, хоть папа с мамой покатаются на машине, что вы занимаетесь здесь? Отец мудрый, конечно, человек говорит ему, знаешь что, дорогой брат мой, мы дело Божие созидаем в нашем селе и в нашей местности и отпускать детей за границу работать, для нас это будет не решение наших проблем, а усугубить наши проблемы еще больше. Друзья мои, если вы участвуете в деле Божьем, поверьте, и из севера, и из юга, и из запада, и востока будут приходить те или иные люди или голоса. Это могут быть имейлы, это могут быть текст-месседжи, это просто могут быть разговоры за вашей спиной. Для чего? Для того, чтобы высмеять или, может быть, унизить то, к чему Господь вас призвал делать. Они насмехались над их духовностью, над их молитвами, и говорили, посмотрим, как вы своими молитвами построите стену. Я помню, когда мы жили в Советском Союзе, как насмехались над нашими родителями, говорили, ну, посмотрим, как вы своим Богом дадите своим детям возможность карьеры. Вы же понимаете, говорили мои мамы, уважаемые люди, что вы лишаете своих детей будущее своими молитвами и своим Богом. Они насмехались над ними и говорили, откуда у вас знания и способности делать эту работу? Вы что, строители? помню, однажды следователь, когда меня вызвал на беседу, он разговаривал со мной о моем отце, и он мне говорил, и что твой отец сможет достигнуть? Я был молодым человеком, учился тогда в техникуме, он говорит, ты же понимаешь, что у него всего лишь семь классов образования, он не уч. Ты посмотри на нас, мы здесь все с высшим образованием, а что он строит? Он вообще не уч. И ты что, хочешь быть таким, как он? Что делает Нееме, когда подобные вещи слышал? Четвертый стих. Услышь, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на голову 5-й стих. И да не изгладится грех их пред лицом твоим, потому что они, что делали, огорчали строящих. Какому орудию прибегает Нееме, когда встречает сопротивление? что он делает? Вы знаете, он встается на колени и молится Богу. То, над чем смеются враги, как орудие для восстановления, Нееме использует для того, чтобы отразить атаку и искушение, в котором он попадет. Итак, his answer is prayer of faith. Когда мы встречаемся сегодня с сопротивлением, мы должны понимать, что молитва является для нас этим средством, которое мы можем поставить защиту и продолжать делать Божье дело. Второй очень важный момент. Когда услышался на Валат 7 стих, что и Тови, и Равитяне, и Амонитяне, и Азатяне, что восстанавливаются стены, и они сговорились вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. Вторая проблема – это inside forces. Люди готовы вооружаются, они готовы идти войною. Друзья мои, ну что происходит среди народа Божьего, который строят? Это inside problem, inside forces, the fear and lack of faith. это страх и маловерие. Страх и маловерие. Послушайте, в чем выражается страх и маловерие. Иудеи сказали, ослабела сила у насильщиков, мусору много. Десятый стих. Послушайте это выражение, десятый стих, подчеркните в последнюю строчку этого стиха. Мы не в состоянии строить стену. Десятый стих, последняя часть этого стиха. Мы не в состоянии строить стену. We are not able. Почему мы не в состоянии строить стену? Почему мы говорим, Господи, мы это делать не можем? Некоторые родители говорят сегодня, я уже устал воспитывать своих детей, я уже больше не могу, я это все, я закончил. Почему люди сегодня give up, почему они сдаются? вы знаете, почему? Потому что фокус этих людей был не на того, кто их послал на эту работу, а на тех людей, которые готовились идти против них войной. запишите эту мысль, это очень важное. when we take focus from God and rely on our own strength, we are not able to accomplish God's purpose. When we take focus from God and rely on our own strength, we are not able to accomplish His purpose. когда мы наш взор от Бога уводим на что? На нашу личную способность, силу и возможности. Что происходит? Мы становимся не способными выполнить Божью работу. Я хочу у каждого родителя сегодня ободрить каждого, кто созидает сегодня Церковь Господню, кто созидает тело Иисуса Христа. Друзья мои, дорогие, не убирайте фокус в своем созидании из Господа на то, что вас окружают, на те разговоры, которые происходят, или на вашу личную силу и способности. «We are not able». Мы не в состоянии строить стену. Скажите, а что, они были в состоянии строить стену неделю тому назад? когда не начинали? Ну да, были тогда эмоции, но не было сопротивления. Тут приходит сопротивление, и что делать? Надо останавливать работу. Представьте себе, в семье вы решили иметь семейную молитву каждый вечер. и в один прекрасный день сын приходит домой и говорит, папа, я не хочу. Дочка чем-то недовольна. Что делает отцу? Что ему делать? А тут кто-то еще может быть, над ним, может быть, в церкви посмеется над этим человеком. Что ты трятишь зря время на это, это не нужно этим заниматься вообще. Дети выросли, они сами знают, что им делать. И человек говорит, я больше не могу. Вопрос, знаешь ли ты, что это дело Божье? Друг мой, если ты знаешь, то, что ты делаешь, это дело Божье, и ты говоришь сегодня, я это не способен делать. Проблема не в том, что Бог изменился, а что наш фокус от него перешел на временные вещи или на голоса людей, которые нас окружают. Помните, когда Бог посылает соглядатую землю обетованную, которую они должны были взять после сорока дней путешествия по пустыне, они смотрят на все, что Бог для них приготовил, и что происходит? Они возвращаются назад и начинают говорить, что? Мы не способны овладеть этой землей. А вы были способны выйти из Египта? а вы были способны пройти сорок дней до реки, которую вам надо теперь перейти? Вы были способны сами по себе? Нет, мы сейчас уже не способны, а вчера были способны? «Разве вы забыли, кто вас вел огненный столб, облачный столб? Разве вы забыли, кто вас исцелял? Разве вы забыли, кто вас благословлял? Вы забыли, кто вас кормил? Разве вы забыли, кто чудеса совершал? Эти люди говорят, мы не способны больше. Почему? Там люди, которые на голову выше нас, сыновья инаковы, и мы не способны воевать против них». И что они начали делать? Они ходили по стану израильскому и смутили весь народ израильский, и они были готовы взять свои вещи и идти назад в рабство египетское. Вот что происходит, друзья мои. Вот как несколько людей могут остановить Божье дело. И только два человека, Иисус Навин и Халев, Он восстал против этого и сказал, что тот Бог, который нас вывел, Он нас и приведет в землю обетованную. И они только двое туда попали. У этих десятеры сагляд фокус 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 был не на Бога, который их вел до сегодня, а на кого? А на больших сынов и на ковы, которых они испугались. Сегодня, может быть, у вас тоже есть фокус на те вещи, тех людей, которые страх приводят в вашу жизнь. Еще одна проблема у этих людей была, посмотрите, 12 стих, приходили иудеи, жившие подли них, то есть из пригороди Иерусалима, приходили иудеи и говорили нам раз десять со своих мест, что они нападут на нас. Одна из проблем, которые приходят в нашу жизнь, что рождает в нашу жизнь страх и малодушие и недоверие Богу. Знаете кто? Для израильтян это были иудеи, живущие рядом. Для нас это, возможно, порой люди, которые нас окружают недалеко от нас. Наши братья и сестры могут быть. Они говорят, у тебя шансов тоже нет. То, что ты делаешь, смотри, война идет, какой смысл сейчас строить? В лучшем случае нужно остановить всю работу, в худшем нужно бункера строить для того, чтобы спрятаться от войны, а не стену и ворот отстраивать. Друзья мои, «outside friends brought more fear» и послушайте это очень важное выражение «fear paralyzed their faith». Эти иудеи, живущие рядом, принесли этот страх в жизнь работников и страх, который они принесли, он парализовал веру тех, которые трудились. И поэтому они сказали «мы не в состоянии, we are not able». Вы помните апостол Павел, который сидел в темнице, понимая за что, как, оставшись один, он говорит, пишет в послании «я все, что делаю, могу». Он все мог? в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я думаю, если бы Христос когда-нибудь, друзья мои, был бы ограничен в чем-то, но если Он действует в нас могущественно, как мы можем сказать «я не могу это делать»? Если Он нас послал на это дело, если мы идем по Его повелению, очень важно, чтобы мы понимали, что Он то, что начал, Он доведет до конца, что же делает Ниемия, когда слышит уже голоса своих, близких и родных, что они не могут дальше строить. «И осмотрел я и стал и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу». Посмотрите 14 стих. «Не бойтесь их», то есть вот этих людей, которые собираются воевать против нас. «Помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Помните Господа великого и страшного». Первое, что является ответом Ниемии, когда эти внутренние силы начали распространять страх и малодушие среди народа, его ответ был первым. Это «Помните Господа». «Помните Господа», друзья мои. Когда вы думаете, что невозможно строить, вспомните Господа, который давал вам силу, который благословлял вас, который призвал вас, и благодаря Ему вы дышите, живете и существуете. Дальше что делает Ниемия? Ниемия делает «Protect the most vulnerable», 13 стих. «Тогда в низменных местах у города за стеной на местах сухих поставил я народ с мечами их и колями и луками их». То есть часть людей он берет из города и ставит в самом незащищенном месте, где враги могут особенно атаковать. «Protect the most vulnerable». Да, атака дьявола может быть и может быть последствия серьезные, поэтому нужно защищать, защитить там, где дьявол наносит больше всего уязвимость в нашу жизнь, может нанести. Как это перевести на наш сегодняшний язык с вами? Друзья мои, скажите, вот в вашу семью, где дьявол больше всего имеет успех? Через что и через кого он наносит больше всего поражения? Для одних, может быть, это различные фильмы, для других это могут быть компьютерные игры, для третьих это может быть небожьи компании, общение с друзьями, для четвертых это может быть фокус на всякие ненужные вещи, которые у нас в жизни очень много забирают наше время, силы и все остальное. Почему это, друзья, важно? Понимать и вот в той области, где дьявол наносит больше всего ущерб, туда нужно поставить больше всего защиты, на это нужно сфокусироваться. Может быть этому молодому человеку нужно уделить в два раза больше времени, может быть нужно вот этой ситуации не просто сказать, да, ничего, завтра будет все нормально, но мы знаем, что дьявол наносит атаку через эти возможно телефоны, соцсети, что бы ни было, если через это приходит поражение или может прийти поражение в семью, эту область надо защищать особо. Если в семье есть проблема между отцом и матерью, эту область нужно защитить. Каким образом? Нужно наладить взаимоотношения. Через неналаженные отношения между родителями дьявол достигает своего стопроцентного успеха на детях. Если мы хотим защитить то, что мы строим, мы должны сфокусироваться и наладить эти взаимоотношения. Тогда мы окажем сопротивление атаке дьявола. Неемия делает это. В самых низменных местах он ставит особых подготовленных людей. Скажите, эти люди могли бы строить, не так ли? Он берет их, он их вооружает. Почему? Потому что ему нужно защитить дело, которое строим. Друзья мои, если вы знаете, где уязвимые места в семье, в нашей личной жизни, нужно их защищать сегодня особо. 15 стих. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. когда они услышали, что они готовы отразить атаку, Ниемия говорит, Господи, Бог разорил замысел их, Он дает славу Господа, что Господь вмешался, и Он заступил. Вы знаете, Бог действительно защитил народ израильский. Но знаете, когда? когда они поставили охрану уязвимым местам. Когда мы не ставим охрану, через что дьявол может заходить, Бог не совершает своей работы. Мы позволяем врагу иметь свою победу. Но когда они услышали, Бог сделал что великое свое, Он разрушил их замыслы, и враги отошли, и мы возвратились на свою работу. Из 17 стиха и ниже до 23, до конца этой главы говорится очень интересная вещь, я буквально суммирую, мы вместе с вами помолимся. Каждый из строивших с этого момента и дальше был припоясан мечом по чреслам своим, и так они строили. С этого момента и дальше строительство было, строители были не просто строители, это были войны, которые защищали то, что они строили. Every builder become a warrior. Каждый, кто строил, стал воином, стал солдатом, стал тем, который был не просто камень на камень ложить, но стал тем, который участвовал в этой броне против атак врагов, которые были направлены на его строительство. Дорогие мои, все, кто из вас сегодня участвует в строительстве и вы созидаете, поверьте, что просто говорить, увещевать, наставлять это на своем месте, но нужно иметь и меч обоюдоострый. А что является мечом нашим? Слово истины, в котором мы можем отразить все стрелы дьявола. Вы помните, после поста подошел к Христу дьявол и чем Христос отражал эти атаки? Словом, это есть меч обоюдоострый. Поэтому мы не только обороняемся, мы еще и защищаем. Я не забуду никогда, когда нас собирались в школе принимать в октябрята. дети маленькие не знают, что такое октябрята у нас. Кто постарше знает, что такое октябрята. Я помню, мама моя пришла в школу. Я не знаю, о чем она говорила с директорами, с учителями, с заучами, но после разговора ее с этими людьми зауч сказал, оставьте этих, этих не надо даже на линейку строить, пускай они идут домой. Вы знаете, читать молитвы и разбирать Слово Божье дома, это прекрасно, но иногда нужно брать меч и в эти школы, институты и прочие учебные заведения ходить и эту территорию огораживать, куда мы направляем своих детей. Думать, если мы только дома все делаем прекрасно, а ребенок в 8 часов находится в школе, а чем его там питают, какая там борьба идет за его душу, кто-то скажет, ну у нас христианская школа, слава Богу, если так, а всякие остальные мероприятия, спортивные мероприятия, другие вещи, куда мы порой отправляем детей, некоторые отправляют детей своих to sleep over, а куда, в какую семью, а чем вы там научите, вашего ребенка там научите, а мы отправляем своего ребенка, чтобы он поехал в какую-то поездку, там, trip, а с кем, куда, где они будут ночевать, как мы можем относиться безответственно к тому, думая, что если мы просто будем дома молиться, делать все как правильно, оно все обо всем, но Бог заботится об этом, но нам нужно иметь еще меч, готовый для того, чтобы отражать атаки на наших детей, на то, что мы строим, которые идут со стороны, и эти люди, которые носили в одной руке мастерок для складки, в другой носили меч для того, чтобы предотвратить атаки на то, что они строили. Друзья мои, пусть у каждого из нас будет достаточно мужества иметь это слово от Господа, куда бы мы ни шли, и мы могли бы твердо, безбоязненно сказать, кто мы, во что мы верим, неважно, это принцип of the school, это директор школы, это начальник на работе, это люди, с которыми дети наши общаются с их родителями, сказать, наши дети вот это, вот этого не делают, это против Библии, это против Слова Божьего, сказать и четко подать знать, что мы в этом не участвуем. Пусть Господь благословит, друзья мои, у нас этот момент давно начался, когда мы не можем строить только с одним мастерком в руке, потому что куда наши дети идут, где они учатся, с кем они общаются, есть очень много опасностей сегодня, и пусть Господь вас, Господь поможет вам быть вооруженными и приготовленными к этой брани, да благословит вас Господь и сохранит и ваши семьи, и то, над чем вы строите сегодня, созидаете сердца своих детей, сердца своих близких родных, Церковь Господню, Царство Божие вместе, чтобы нам строить на себя этот меч, который есть истинно Слово Божье, которое могли бы мы пользоваться в любое время. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова